Юрий Васильевич, как сегодня можно легко заметить, ухудшение российско-западных отношений на фоне, конечно, ситуации на Украине. Как Вы сегодня комментируете именно ухудшение отношений, насколько Вы думаете, оно ситуативно, либо несет в себе принципиальный характер? К сожалению, эти отношения определяются не субъективными факторами, а с одной стороны объективной ситуацией глобального финансово-экономического кризиса, когда необходимо найти тех, кто заплатит за колоссальные спекулятивные расходы и доходы, которые были произведены в предыдущие 25 лет. И всегда в этой ситуации, которая очень близка к, по сути, военной ситуации, отдельные страны пытаются назначить виновными за кризис, и главными жертвами кризиса, и главными спонсорами выхода отдельные страны. В данном случае Запад пытается сделать виновный за кризис на евразийском пространстве Российскую Федерацию. И второй момент. Мы видим, что, по большому счету, основное, что не удовлетворяет западные страны, это попытка России восстановить свое доминирование на евразийском пространстве и построить Евразийский Союз. То есть, как госпожа Клинтон сказала в декабре 2012 года, ресоветизировать евразийское пространство. Против этого выступают Соединенные Штаты Америки и государство НАТО. Поэтому это также невозможно каким-то образом исправить произвольными решениями, поскольку задача строительства Евразийского Союза является важнейшей, по сути, главнейшей на сегодня задачей Москвы, и таким образом противоречия будут только нарастать. А вот в таком ракурсе, как Вы думаете, есть ли различия в наличии ситуации ухудшения отношений между Россией и Европейским Союзом, на фоне Украинского и России-США, либо все идет в одном русле? Я бы не стал слишком противопоставлять Европейский Союз Соединенные Штаты Америки, как это пытаются многие делать, поскольку при многих вынужденных решениях со стороны Евросоюза под давлением США, все-таки общий настрой у Евросоюза, он в целом совпадает с настроем Соединенных Штатов, поскольку все равно это другая цивилизация, никогда западная цивилизация, и англо-саксонская, и франко-германская, никогда они не станут консолидироваться, к сожалению, с Россией. Поэтому в данной ситуации лучше не разделять эти два подхода, а четко видеть противоречия и основания этих подходов. К тому же Соединенные Штаты Америки сейчас, активно вытесняя Россию с энергетического рынка Европы, по сути вместе с Евросоюзом строят единый атлантический рынок. Это главная задача и для США, и уже теперь для европейских стран. Поэтому, по большому счету, они вынуждены действовать в единой логике, они консолидированы, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Да, и если можно, вот здесь вопрос о санкциях. Насколько, как Вы думаете, стороны продолжат вот эту санкционную войну, и насколько они действительно могут сказаться на экономике России? Санкции отражают нарастающие противоречия между Западом и Россией. И, безусловно, нет никаких объективных оснований для того, чтобы санкции уменьшились, либо вообще произошла отмена санкций как таковых. Надо четко понимать, что Запад будет стоять всегда на том, что только возврат Крыма в состав Украины позволит якобы как-то снизить существующие противоречия и может дать основания для того, чтобы прекратить санкции в обозримом будущем. Но это вопрос невозможный, поскольку тем самым Россия откажется от своей субъектности, от строительства Евразийского союза, поэтому санкции будут только нарастать. Наивны те люди, которые считают, что весь вопрос в дипломатических переговорах, в каких-то взаимных, так сказать, в прекращении логики развертывания событий, своих действий, независимой политики, уже, к сожалению, трудно что-либо остановить. Санкции будут только нарастать. Но, с другой стороны, для России это огромное благо, поскольку позволяет возвращаться к суверенной, самодостаточной экономике. И это крайне важно для России. Мы все надеемся, что в ближайший год, в 2015 году, мы увидим кардинальный разворот экономики от неолиберальной рыночной к государственной плановой экономике. А в таком ракурсе, как вы видите, возможность, вот вы говорили о создании с Европой и США единого энергетического рынка в Европе, но в таком же, скажем, как вы здесь видите, перспективы консолидации усилий России, скажем, Ирана, других восточных держав в создании своего энергетического, скажем, блока, так сказать? Евразийский союз есть способ консолидации сердцевинных государств Евразии не в оппозицию кому-то, а для того, чтобы создать могущественный, самодостаточный рынок. И если взять даже только Центральную Азию и Россию, даже без Китая и Индии, это, по сути, позволяет нам создать рынок полмиллиарда населения. То есть полмиллиарда населения, которые будут жить самодостаточно на своих технологических и организационно-финансовых основаниях со своими валютами и в противопоставлении валютам, таким как евро или доллар. И здесь колоссальные перспективы. Поэтому, конечно, Евразийский союз – это не только проект Москвы. Евразийский союз – это идеальная платформа для консолидации древнейших государств Евразии. И последнее, что хотелось бы спросить, как Вы думаете, все же стоим ли мы на пороге, скажем так, очередной, можно так сказать, холодной войны, либо попыток или выхода нынешнего миропорядка в новый миропорядок в рамках, через призму именно противостояния России и Запада? Это все зависит от способности России консолидировать государство Центральной Евразии для того, чтобы выступить в едином фронте. Потому что, если консолидации удастся, если будут предложены способы преодоления долларовой системы и возможность для построения собственной суверенной технологической базы, то на самом деле мы можем избежать войны, как в крайневой степени противоречий. И поэтому все сейчас зависит от темпов и содержательности процесса Центральной Евразии.